Микрофон сразу включен. Слушайте, я волнуюсь вообще как первый раз. На самом деле это завершает такую спираль истории, потому что мой первый доклад на Ruby Meditation был про instruction sequence в Ruby. Вообще, в принципе, о том, как работает Ruby. И тогда Ruby работал немножечко плохо. Он и сейчас, в общем, не очень, но ситуация становится лучше с каждым годом, с каждым десятилетиям. Пожалуй, все-таки десятилетия. Так вот, я сегодня хочу рассказать о Just-in-Time компиляции в Ruby. Причем тут тот удивительный случай, когда то, что я буду рассказывать, появится в мейнстриме Ruby раньше, чем через 10 лет. Да ладно, уже в транк смержено. Это спойлер. Так, сначала небольшая благодарочка. Ребята из Ammonia, кстати, пожалуйста. Спасибо вам. Так, теперь обо мне. Я Михаил Бортник. В принципе, те, кто постоянно ходят на Ruby Meditation, знают меня, поэтому нет необходимости много о себе рассказывать, но в двух словах скажу для тех, кто видит меня впервые. То, чем я занимаюсь для души, называется Language Research. То есть, я исследую возможности языков и пути их развития. Работаю я в основном с Ruby, C, JavaScript. Это добавилось в последнее время, потому что мне нравится сама идея Babel. Поэтому, по сути, у тебя набор из кучи языков, которая транспайлится в один. И Erlang. Я не люблю Elixir, поэтому этот вопрос сразу не обсуждается. Я третий по списку контрибьютор в mruby.com. mruby.com – это такой дистрибутив, который рассчитан на работу на микроконтроллерах. То есть, это ваша единственная на данный момент возможность запустить Ruby на 32 килобайтах оперативки. Один из создателей Catans, про который я рассказывал, Андрей, в принципе, это такая Code School, который уже, в общем, довольно много лет. По-моему, мы стартовали в 2011. Один из последних Ruby курсов был в 2017. В нем я уже участвовал как гостевой лектор. В принципе, я прекратил уже активно заниматься этим комьюнити, но оно тем не менее отлично живет и развивается без меня. И это, по-моему, прекрасный пример того, как работает open-source, в принципе, потому что главный контрибьютор ушел, но оно живо. И ссылочки на мои social media. Кому нужно будет пройти по ссылочкам, хотя я очень сомневаюсь, я смогу предоставить ссылку на саму презентацию, там все кликабельное. Так. В принципе, каждая презентация вообще строится по плану. И, как всегда, expectation и reality. Значит, я планировал рассказать, что такое JIT, какие известны имплементации JIT в Ruby, продемонстрировать то, что есть на данный момент в плане JIT. Это будет не очень обширная презентация, потому что тот же J-Ruby, я думаю, многие имели возможность попробовать самостоятельно, поэтому показан будет самый свежатый. В принципе, у меня есть слайд, который отбивает questions and answers секцию. Но, вот, Миш, в курсе, я спокойно отношусь, если во время презентации меня перебивают и задают вопросы. А ты просто игнорируешь. Ну, такие комментарии, да, я просто игнорирую. Так. Ну что, поехали. Начнем с того, что такое JIT. Тут вообще большая цитата из замечательной книги. Кстати, я очень рекомендую, если вам интересно по поводу того, как, каким образом создаются виртуальные машины для языков программирования. Это Xelof and Glee, Advanced Design and Implementation of Virtual Machines. Это реально серьезная книжечка, то есть в нее нужно заходить уже с определенным бэкграундом, но на самом деле это очень интересно, потому что она по косточкам разбирает JVM, GameStone, YARV и прочие виртуальные машины, показывая, почему в тех или иных случаях было принято то или иное решение. И, что удивительно, автор умудряется при этом воздерживаться от критики этих решений. Я бы не смог. Так вот, JIT компиляция компилирует кусочек приложения в рантайме в двоичный код, что позволяет виртуальной машине выполнять сгенерированный код сразу, вместо того, чтобы прогонять его через весь цикл лексического парсера, как в Ruby, потом разбор на AST-деревья, потом компиляция этих AST-деревьев в Instruction Sequences, потом выполнение этих Instruction Sequences. Мы пропускаем все эти шаги и переходим непосредственно к выполнению двоичного кода. Александр, здесь же дети. И девушки. И девушки. В общем, в результате получается, что кусок приложения для виртуальной машины языка выглядит как одна огромная инструкция. Вообще, что такое JIT, более подробно. Это Just-in-Time Compilation. Другими словами, это динамическая трансляция. Технология, которая позволяет ускорить виртуальные машины, которые работают с байт-кодом, а это фактически все интерпретируемые языки программирования. Помимо этого, на самом деле оно компилирует некоторые методы, возможно, блоки или даже целые пуски приложений в машинный код. Что позволяет ускорить выполнение. Где это используется? От Java. Ну, Java это, наверное, самый известный пример JIT-компиляции. Потому что в JVM JIT появился очень давно. Но они были не первыми, если что. Небольшой спойлер. В некоторых JavaScript-имплементациях используется JIT. В .NET-фреймворке, в PyPy-версии Пайтона. Также существует PHP. Вот хип-хоп, виртуальная машина PHP от Facebook. В Smalltalk при помощи GameStone-сервера. Кстати, GameStone, по-моему, кони двинул, но это не точно. В Perle Parrot жив или уже тоже? Перл кого? Нет, Перл жив. Перл жив? Ну ладно, слава богу. Перл жив. Перл жив. Перл жив. Перел есть? А дашь погонять. Так. В общем, в каких случаях на самом деле используется JIT? Ну, по факту, интерпретаторы штука медленная. Вот именно потому, как я уже упоминал, потому что мы проходим через пачку этапов. То есть мы превращаем сначала строчки в токены. Токены, формируем из них Abstract Syntax 3. Этот Abstract Syntax 3 мы компилируем в байт-код. Байт-код переходит на выполнение виртуальной машины. И вот эти все этапы довольно длительные. Особенно то, что связано с парсингом строк. Потому что само выполнение довольно быстрое. В общем, первый этап мы компилируем в строки кода, в байт-код. И, в принципе, это все еще медленно. Второй этап мы компилируем вот этот байт-код в определенный машинный код. Уже быстрее. Шаг третий. Вы понимаете, что по-прежнему медленно. Вы выкидываете к черту свой интерпретируемый язык программирования и переписываете все на благословенном си. Ну, ладно, не все готовы на самом деле к этому. Ну, год тоже вариант, но на си нравится больше. В общем, на самом деле остановимся на шаге втором. Потому что ходить в другой язык это долго, больно и неприятно. Так, краткая история JIT. Вообще история понятия. Самая первая и наивная имплементация JIT была создана Маккарти для Лиспа в 1960 году. То есть под луной на самом деле ничто не новое. И то, что Руби получает примерно в середине 2018 года, в Лиспе было в 1960. Ну и вообще классическое выражение от того же Маккарти. Любая достаточно сложная программа на си содержит половину глючной, не работающей спецификации языка Лисп. Так, вторая в истории имплементация JIT была сделана Кеном Томпсоном для редактора Клэд и использовалась для предкомпиляции регулярных выражений. Мне страшно подумать, какого размера должны были быть там регулярные выражения, чтобы им понадобилась предкомпиляция. Это было сделано в 1968. Дальше все, в общем, завертелось довольно быстро. Митчелл для LC-квадрат сделал в 1970 году JIT. Сан, когда выпустил SelfVM для Smalltalk в 1983. SelfVM вообще на самом деле была довольно интересная виртуальная машина, потому что она до сих пор остается одной из самых быстрых виртуальных машин. Она всего лишь в два раза медленнее, чем тот же код, написанный на си. А потом Gosling, естественно, в 1993, через 10 лет для JVM. И тут появляется определенный водораздел, потому что, собственно, Gosling придумал термин Just in Time и его популяризировал. Дальше Майкл Франц. В 1994 году для Аберона выбор языка тут обоснован тем, что это диссертация под названием Code Generation on the Fly, a key to portable software. В диссертации фактически ни строчки кода, сплошь блок-схемы, алгоритмы и методы генерации кода на лету. Потом первая попытка притащить это в Ruby. Это 2012 год, это команда, которая создавала Ruby Motion, но они пошли немного другим путем. То есть Ruby код транслировался в Objective-C код, который уже компилировался в машине. То есть чистым Just in Time это назвать нельзя. Дальше в 2000... К сожалению, я перепутал местами два пункта. В общем, команда интерпретатора Maglev, точнее виртуальной машины Maglev для Ruby в 2011 году добилась JIT тоже очень простым способом. Она позаимствовала его из виртуальной машины GameStone, созданной для языка Smalltalk. И по сути это вообще представляла интерпретатор Ruby, написанный на Smalltalk. Ну, плюсы были в том, что получили JIT. Теперь ближе к реальности. В 2017-м Такаши Кокубун сделал гем под названием LLRB. И это была первая более-менее нативная имплементация JIT для Ruby. Именно для классического C-Ruby, который мы все используем. Я, в принципе, покажу, что именно он сделал. Это интересный кусок работы и стал базой для следующего. Примерно в то же время Владимир Макаров, сотрудник Red Hat, сделал так называемый M-JIT имплементацию. То есть на самом деле он сделал довольно много. Он переписал виртуальную машину чуть ли не с нуля, сменив ее концепцию. Но да, эту работу дропнули, но потом объясню почему. Но вот эти вот два последних пункта, это на самом деле две первых реально нативных имплементации JIT для Ruby. И этим они ценные. Вообще Мац, насколько я помню, упоминал ранее, что Just-in-Time компиляция рассчитана примерно где-то на Ruby 3.0. То есть никогда, это как парот. Но история сложилась иначе, и JIT появился быстрее. Собственно, какие есть типы JIT? Мы немножечко погрузимся сейчас в теорию. В основном их можно разделить на три типа. Первый, это самый простой в реализации, это method-based JIT. Он заменяет вызов оригинального кода. Вообще, даже немножко отступим и объясним по-другому. Когда Ruby компилирует ваш класс, он формирует для него так называемый VTable. Это таблица методов, где, кстати, JVM поступает точно так же. Это таблица методов, которые есть в данном классе. Так вот, method-based JIT заменяет на этапе JIT компиляции ссылку на оригинальный код, байт-код виртуальной машины, заменяет отсылкой на вызов функции в двоичном коде. То есть, если дезассемблировать, например, в Ruby такой кусок через instruction sequence, то вы увидите вызов нативной функции. То есть, ваш рубишный дезассемблер покажет два кода – trace и opt-calc function. Trace-based JIT – это более продвинутая техника. Сейчас среди авторов виртуальных машин на ней много хайпа. И суть в том, что trace-based JIT считает количество проходов по веткам кода. То есть, здесь вступает в силу JIT компиляции еще на этапе парсинга AST. Считает количество выполнений по определенным веткам и компилирует только регионы, по которым проходится чаще всего. То есть, по большому счету, сначала приложение профилирует само себя, потом ускоряет те части, которые вызываются чаще. И третий – это регион-based JIT. Это гибрид между метод-based и trace-based с имплементациями. Поехали дальше. Собственно, как это выглядит, метод-based JIT, потому что именно его чаще всего сейчас используют. Интерпретатор, когда вы вызываете какой-то метод класса, загружает вот этот withTable, таблицу виртуальных методов класса, достает из него байт-код, отправляет этот байт-код в компилятор, компилятор заменяет native column. Все очень просто и, к сожалению, очень сложно в реализации. Так, а теперь рассмотрим поподробнее те имплементации JIT, которые существуют в Ruby. Это как-то идет быстрее, чем я рассчитывал, но у меня еще демо, поэтому все нормально. Да-да-да, я знаю, демо всегда идет без проблем. Ну, начнем с того, кто были первыми на этом сложном пути. Это были J.Ruby. J.Ruby был создан в 2001 Яном Петерсеном и, в принципе, представлял из себя порт C-шного кода Ruby 1.6 на JALO. В это время JIT еще не работал. С версии J.Ruby 1.1 JIT support, поддержку JIT добавили вместе с поддержкой стандарта Ruby 1.8.7. На самом деле, именно это сделало много проблем развитию J.Ruby, потому что на этом они и застопорились. Поддержка 1.9.3 появилась гораздо позже, появилась именно из-за того, что пришлось долго чинить имплементацию JIT. И, по сути, J.Ruby использует JIT-трансляцию от JALO-вской виртуальной машины. Используется регион-базед JIT, то есть компилируется в JALO-вский нативный код со выпуски вашего приложения. И тут мы опять сделаем шаг в сторону. Когда-то компания Oracle, которая когда-то купила компанию Sun, взяла такой прекрасный инструмент под названием Graal и Truffle. Graal — это компилятор. Graal-VM — виртуальная машина для этого компилятора. И Truffle — это такой фреймворк для построения языков программирования. И, собственно, Graal-VM ускорил то, что есть во многом-много раз. И, по сути, J.Ruby сейчас является одним из самых быстрых интерпретаторов Ruby на рынке, если не считать такую вещь, как время прогрева и количество памяти, которое он потребляет. Ну, с количеством памяти это было очевидно. Любое джавовское приложение открывает портал в Enterprise, куда сливают всю доступную память. И деньги. И деньги. И в результате все равно ситуация заканчивается тем, что вы открываете свое Ruby-приложение, а там Java. Но взамен вы получили бонус. У вас пропал Global Interpreter Log. Это еще одна головная боль Ruby. Я надеюсь, когда-нибудь от нее избавятся. Например, в Ruby 3.0. Окей. Начнем с того, что если тебе понадобилось вообще параллельное программирование, то ты не берешь Ruby, ты берешь Go. Ну, спорный момент, но это мы потом обсудим, после презентации. Так, следующий. Раз мы уж пошли по этим, по мертвым и умирающим, то... Рубиниус. 2009 год. Эван Феникс. Эван Феникс вообще signature person в Ruby-тусовочке. И я, собственно, объясню дальше почему, но это был один из первых таких шоу. В общем, человек взял просто Blue Book, то есть это книга, описывающая дизайн виртуальной машины для Smalltalk 80, и использовал принципы из этого Blue Book для того, чтобы написать виртуальную машину Ruby. Там было несколько принципов, но один из важнейших – это то, что, собственно, большую часть Ruby была написана на самом Ruby. JIT в Ruby не имеет метод-базит, то есть он считает количество вызовов, делает хэш-вызов. Это очень важный момент, потому что в Ruby есть такой error-prone кусок под названием метапрограммирование. То есть если вы хотите запутаться, пишите concurrent-приложение с метапрограммированием. И вот тут был использован совершенно изящный подход. Это просто посчитать хэш-метода, потому что если что-то поменялось в методе, из-за того, что где-то в другой кусок вашего приложения про monkey-patch, который уже существует, Паша, не считай так, я знаю, что это плохо. Вот. То хэш-метода поменяется, и, соответственно, JIT нужно будет перекомпилировать. Потому что если бы этого не было, у нас была бы очень интересная ситуация под названием кэш-протух, но об этом не в курсе. И, в принципе, это работает довольно просто. Если метод вызван больше, чем определенное количество раз, добавить его в очередь на JIT-компиляцию. JIT-очередь в Rubinius управлялась отдельным потоком, который запускался одновременно с виртуальной машиной, просто слушал вот эту вот очередь. И когда получал на компиляцию определенный кусок кода, собирал его, и результат переписывал в Vtable классов. И, по сути, следующий, по-моему, лимит там был около 10 вызовов. В общем, 10 или 11 вызов уже шел с нативного кода, а не проходил вот эту всю цепочку заново. Едем дальше. Маглэв. Кстати, а кто вообще с Маглэвом имел опыт? Популярная реализация, смотрю. На самом деле, Маглэв — это довольно изящная реализация Руби. Она была создана в 2008 году поверх виртуальной машины GameStone, которая была создана для Smalltalk. создана компания GameStone, к сожалению, сайт GameStone уже лежит. Все исходники Маглэва выброшены на GitHub, открыты для этого. Последний контрибьюшен два года назад. В общем, светлая память. Но было несколько интересных вещей. Во-первых, пункт на устаревшую реализацию Руби. То есть Маглэв имплементировал стандарты тысячи... О, господи. Руби 1.8.7. Да, 1870-х годов. И, в принципе, имел прямой маппинг между потоками Руби и потоками Smalltalk. Но одно из наиболее изящных вещей, которое мне на самом деле очень нравится, и этого очень не хватает в классическом Руби, когда вы запускали несколько виртуальных машин на, скажем так, в пределах одного кластера гемтолка, эти машины могли между собой общаться через shared state с поддержкой транзакций. Во-первых, это красиво. Во-вторых, позволяет сделать библиотеку вроде сайткика в две строчки кода. Реально в две строчки. И еще бонусом это притащило джит, созданный для Smalltalk. По сути, это был trace-based джит, то есть он отслеживал куски, наиболее часто вызываемые куски кода, и заменял конкретные уже брончи в деревьях. К сожалению, я не могу точно проверить, был ли это trace-based джит, потому что гемстоун помер, исходников не выложили. В общем, все, как обычно, с альтернативными реализациями Руби. Скорее, вышел на рынок чуть раньше, чем следовало. Проект помер, последний комминт два года назад, как я уже говорил. Активная разработка остановилась вообще в 2015. То есть там был слабый issue fixing, а потом пацаны сдались окончательно. Дальше. Дальше мы погружаемся немножечко глубже. Шехей Урабе сделал такой бранч под названием Deoptimization. Он, кстати, до сих пор не смержен в Trunk. Но это была первая попытка вообще джит в Руби притащить. Дело в том, что это был, во-первых, метод based-джит, во-вторых, очень сильно упрощенный. И он был запихнут в pull request 26 августа 2016 года и не будет смержен никогда. Но если вам интересно то, как это реализовывается изнутри, то имеет смысл посмотреть. Почему он не был смержен? Потому что к тому моменту, когда к нему добрался core Team Ruby, уже были альтернативные имплементации, которые по факту оказались лучше. Тут есть ссылочка на конкретный pull request 14.19. И там неплохая дискуссия. К сожалению, примерно половина, когда я в нее заглядывал, примерно половина ее была на японском. Учите японский. Да, учите японский, в Руби это пригодится. Дальше MG от Владимира Макарова. Владимир Макаров это человек, который для Ruby 2.4 переписал с нуля имплементацию хэштейблс. На самом деле это сильно ускорило Ruby, но ему было этого мало. Поэтому он сделал ход конем и переписал виртуальную машину Ruby целиком. Во-первых, начнем с того, что виртуальная машина Ruby, если вы в курсе, это stack-based виртуальная машина. То есть каждый вызов метода у вас тащит за собой stack всего code-рейса. И в принципе, поэтому Ruby не очень экономно относится к памяти. Поэтому Ruby Core Team очень трепетно относится к памяти. В общем, все это позволяет Ruby более-менее как-то оставаться, не срываться в джаву. Так вот, Владимир Макаров переписал YARV и сделал из него регистровую виртуальную машину. Это как в Ирланге примерно. И из этого получилось меньше инструкции, но больше потребления памяти. И уже поверх вот этой новой имплементации виртуальной машины Ruby он навернул сверху джит. Есть одна проблема. В этом бранче заваливалось примерно 30% тестов на обычный стандартный атомарный Ruby, тот, который по RFC утвержден. Но, в свою очередь, MG достигал 230% производительности Ruby 2.0. Ну, pretty unstable. Запустить что-нибудь серьезнее тестовых скриптов на нем невозможно. А рельсы запустили? Нет, естественно. Если 30% тестов падает Ruby Spec, то тут нет смысла даже пробовать. И вообще, мне кажется, что рельсы скоро станут просто заменять собой весь Ruby Spec. Если запускаются рельсы, значит все, можно выпускать продакшн. Между прочим, у J.Ruby этот endpoint был достигнут, Milestone был достигнут в 0.9.0. Кстати, то есть пацаны старались. Дальше. Такаша Кокубун, один из теперь уже core-team-members для Ruby, создал LRB. LRB была передрана из Рубиниоса и работ Эвана Феникса. Вот он сверкнул снова. И, в принципе, содержал вручную вызываемый JIT-компилятор. На самом деле, это довольно интересное решение, потому что вы можете сами определить, какие куски вашего кода нуждаются в оптимизации. То есть то, что обычно выполняет сам JIT-компилятор, то есть определение нужных методов, вы делаете ручками. Но зато у вас есть полный контроль по механике работы. Это фронт-энд для LLVM-компилятора. То есть на самом деле вы вызываете JIT-компиляцию на определенном методе. Этот определенный метод собирается в instruction sequence Ruby. Они отправляются в LLVM, точнее парсятся в байт-коды LLVM. Этот байт-код LLVM уже LLVM, собственно, собирает в нативный код. И для того, чтобы он работал, нужна специально пропатченная версия Ruby 2.5. Но на самом деле там никакой магии, никакой возни с самой виртуальной машиной. Просто для работы нужно, чтобы некоторые константы были в видимости наружу, а не только внутри самого Ruby. Учитывая то, что компилируешь ты вручную, вызываешь компиляцию вручную, то вармапа, естественно, никакого нет. То есть только вот это затраты времени на компиляцию, которую ты вызываешь. Но ты можешь вызвать просто в ините своего приложения. То есть кайш-эп-канп-джита ты добавляешь еще свои? Ну, примерно, да. Но реализация хорошая, Ruby спеки на ней проходят, что характерно. А если джид-компиляцию не вызывать, так еще и без ошибок. Эта реализация поддерживает почти все инструкции Ярва, кроме вызова нативных функций, пачки оптимизаций для массивов и еще каких-то вещей, которых я просто не помню, потому что смотрел на этот бранчик довольно давно. Вот ссылочка на GitHub. И это реально интересно посмотреть, если планируете как-нибудь внедряться в виртуальную машину Ruby. Если будет скучно. Ну, да, потому что могу. И дальше была работа Макарова, была отдельная работа Такаши. Дальше стало все интересно. Макаров сделал пау-реквест, к нему пришел Ruby Quartime и стал говорить, слушай, чувак, ну, может, давай, что ты резкий такой вообще? Ну, и Такаши взял исходники вот МДжид и ревертнул ту часть, которая превращала рубишную виртуальную машину из стековой в регистровую. И, ну, то есть, получился такой консервативный пау-реквестик, который просто добавлял джид на текущую виртуальную машину Ruby. И некоторая оптимизация, которая была создана исключительно для регистровых виртуальных машин, были просто вырублены. Это сделало вот эту вот реализацию джид-а для Ruby более стабильной. В общем, и в результате получилось, что это все проходит 100% в Ruby спеков, фактически 100%. На этом запускаются рельсы, и это работает быстро. Но добавилось время на разогрев, потому что это метод-бейзет джид, он отслеживает количество вызовов, в кэш помещается, по-моему, около тысячи методов, но все эти параметры можно задать отдельно, и вообще, если вы не укажете при запуске параметр минус джид что-то там, то джид использоваться не будет, и это будет обычный Ruby. Пул реквест номер 1782, прямо тикет на Ruby issue tracker, и 10 дней назад, вот, собственно, этот пул реквест был смержен за исключением некоторых вещей, которые были добавлены исключительно для дебага. То есть я могу вас поздравить, Ruby 2.6, у нас уже появится джид, который можно будет вызвать ручками. И да, он стабильно, он позволяет стабильно запустить рельсы. На самом деле это перемога. Ну то есть впервые вообще нам не нужна джавовская виртуальная машина, это работает на родной виртуальной машине, это появится в Ruby 2.6, скорее всего. Надеюсь, что не в 3.0. А, кстати, у меня не было мысли даже сравнить производительность C-Python'а и Ruby с этим патчем, но я думаю, что, скорее всего, мы начинаем их обгонять. Да, и, собственно, момент, который для некоторых скучный, другие его любят, это демо. Нет, на этот раз все пойдет так, ничего не поломается, я специально... Снял видео, что... Хорошая идея, но нет. Я собрал докер-контейнеры. Вот ссылочка на исходники. И давайте что-ли посмотрим, что у нас тут есть. Так. Так, на этот сишный код, пожалуйста, внимания не обращайте. Он сейчас... Потому что это кат. Какая подсветка в кате? Прекрасная версия. Так. О. О, есть. Так, я буду увеличивать, а вы скажите, когда это станет достаточно большим, чтобы видели задние ряды тоже. Норм? Отлично. Так, поехали. Да, я могу показать докер-файлы, кстати, если интересно. То есть там на самом деле сборка несложная. Я, наверное, так и сделаю. Наркомании нет? Нет. Какая наркомания в докер-файлах, кроме самого докера? Наркомания будет дальше. И начнем, наверное, демонстрацию с LRB. Так, уйди отсюда, пожалуйста. Вот. То есть тут, на самом деле, чтобы стартовать, я взял Ubuntu, просто для того, чтобы не морочиться с установкой Dependencies для Alpine. Абдгет я тоже не делал в одну строку, потому что мне было лениво. Собственно, он просто клонит, стягивает Ruby, вот системный, клонит Ruby из нужного бранча. Компилирует его. Кстати, интересный момент. С какого-то момента Ruby стал использовать подход Crystal для компиляции себя или подход Go. То есть те, кто работают с Go, те в курсе, что для того, чтобы собрать версию Go старше 1.4, нужно использовать Go 1.4. С Ruby сейчас примерно та же ситуация. Compile.se, то есть файлик, который, собственно, описывает компилятор Ruby, там лексический парсер, вот это все, строится при помощи Ruby скрипта. Что это дает? Да просто люди пишут на том языке, на котором им комфортно. То есть это все можно было бы написать на си, но зачем? Так, ну вот, собственно... Это красиво, это истерия. Да, 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 все, как ты говоришь. Темплейтики, вот это все. Ми-ми-ми. Но теперь просто для того, чтобы собрать Ruby, тебе нужен Ruby. Ну хоть не JavaScript. А это было бы красиво. По-моему, опал таким путем и пошел, да? Для того, чтобы собрать Ruby, тебе нужен JavaScript. Так вот, потом удаляются системные Ruby, ставится LLVM и C-Lang для зависимостей, потому что LLRB написан, вот сишная его часть написана так, что компилируется на C-Lang. И Benchmark EPS — это гем, который вычисляет количество инструкций, вызванных в секунду. Instruction per second. И запускается тест. Ну вот, собственно, сейчас мы его и запустим. Нет, зачем это? Там же контейнер собранный. Так, идет сначала вормап, чтобы он скомпилировался. И, вот, собственно, производительность. 9000 за 5,5 секунд. И LLRB — 29000 за 5,09 секунд. Ruby оказывается примерно в 3,5 раза медленнее, чем имплементация с LLRB. Но теперь нужно посмотреть, а какой мы, точнее, я хотел показать, какой мы, собственно, тест запускали. Так, он тут весьма простой. Мы описываем два анонимных класса, описываем метод в этих анонимных классах, который просто, на самом деле, прогоняет инкремент i 30 миллионов раз. Дальше вызывается JIT-компиляция конкретного метода и сравниваются реализации. На самом деле, без вот этого LLRB JIT-компайла можно обойтись. Если зареквайрить не LLRB, а файлик LLRB-start, то вот эти оптимизации будут по умолчанию применяться к любому методу. Естественно, кэш выполнения не бесконечный. И поэтому методы, которые более свежие и вызываются большее количество раз, будут вытеснять методы, которые вызывают меньшее количество раз. Но этот подход мне нравится тем, что он контролируем вручную, и, в принципе, можно сделать, скажем так, можно оптимизировать конкретно те куски реализации, которые вам профайлер вывел, что они медленные. Так, и дальше та реализация, которая пойдет уже непосредственно, уже пошла скорее даже непосредственно в стандарте. Это MGIT, но MGIT не версия Макарова, а версия Такаши. То есть более консервативный. Сейчас, секунду, сравним докер-файлы. Так, вот докер-файл для MGIT. В принципе, происходит все то же самое, помимо того, что мы собираем из яр в MGIT, и мы не устанавливаем C-Lang, просто потому что он нам здесь не нужен. Он здесь не участвует, это патч в классические Ruby. И Ruby запускается с флажочком JIT-WAIT. Этот флажочек JIT-WAIT, он заставляет интерпретатор ждать, пока JIT скомпилирует все. То есть это медленное время загрузки, но зато у вас гарантированно будут скомпилированы все нужные кусочки кода. Собственно, как выглядит тест? Тест выглядит еще проще. То есть у нас тут нет двух имплементаций, которые нужно сравнивать, потому что MGIT невозможно отключить в рантайме. Он стартует уже с JIT. Это все тот же инкремент 30 миллионов раз и все тот же замер количества инструкций на секунду. И теперь попробуем его запустить. И теперь мы откидываем, как писали при установке Windows 95, откиньтесь на спинку кресла. Можно сходить попить кофе, потому что на самом деле этот процесс занимает, даже для вот этого скриптика, примерно минуту или даже полторы. Собственно, началось выполнение, но я объясню, в чем дело. Тут суть в том, что этот JIT, он же смотрит не только на тот метод, который описан в вашем скрипте, а на всю экосистему Ruby. Поэтому, когда я сейчас буду показывать темповые файлы в этом контейнере, вы увидите там пачку сишных файлов, из которых только два относятся к нашему скрипту. Слушай, А вот давайте попросить, а ты можешь сделать вот так же, как в предыдущем варианте, просто два раза один и тот же бет, с разными названиями и их протестировать? Нет, я не могу, потому что MGIT невозможно отключить в рантайме. LRB называется вручную. Это просто интересно, будут идентичные или нет? Да, они будут идентичные. Ну, то есть я 100% могу сказать, что они будут идентичные. И в целом получается здесь 30 тысяч инструкций за 4,9 секунд. То есть по факту эта имплементация оказывается еще быстрее, чем LRB. А еще быстрее она, вот почему. Вот, кстати, кто там говорил сайти? Поехали. Вот, собственно, флажочки, которые добавились, то есть MGIT Options, экспериментальная, специально помещена. Это C-компайлер, который используется. Он умеет работать с GCC и C-лангом, но на данный момент есть определенная сложность. И с C-лангом, если вы используете C-ланг, производительность, скорее всего, даже просядет немножко. Связано это с тем, что у автора не макось. Поэтому оттестировать с C-лангом, который дефолтный компилятор C на макосях, у него особой возможности не было. Но, по-моему, эта ситуация потихоньку исправляется, судя по тому, что я вижу в тикете. Это печать ворнингов, это включить отладку JIT, это very slow, то есть еще медленнее, чем было. Вот JIT wait – это тот ключик, который мы использовали. Дождаться пока, вот, собственно, компиляция JIT будет закончена. И мы сейчас используем save temps. Это флажочек, который позволит нам сохранить файлики, которые генерируются для нужного нам кода. Verbose – это понятно. MaxCache – это количество методов, которые кешируются в JIT Storage для замены. То есть там вытесняющий кэш, если у вас пришло что-то более свежее, оно просто заменится его более старое. И количество колов, которое должно пройти для того, чтобы метод попал в JIT. По умолчанию он 5. Так. Довольно мало, на самом деле, но хватает. Так, мы делаем JIT. Save. Terms. Правильно написал? Да. И тестер. Вот. То есть мы сейчас повторим то же самое, что мы сделали через запуск этого докер-контейнера, но на этот раз сохраним временные файлы. Может, ты можешь немного побыстрее? Ну, то есть это главный минус такой реализации, потому что любой прогрев занимает много времени. Но выигрывает скорость для выполнения. результаты стали даже немножечко лучше. А он меняет. А, в смысле? Экран вычислили. Я не нажму, я меняю. А, вот так? Да. Понимаешь, в чем проблема? Я сам невысокий, я не думаю, что рост людей может мешать людям. Так, тут видно, да? Сейчас мы сходим в темп. Я же хочу нормально показать, а не как обычно. Так, собственно, нам нужен Midnight Commander, вот для чего. То, что у нас будет огромная пачка файлов, мне нужно их все показать. Вот, собственно, что это вывод JIT-компилятора. То есть сначала генерируется, возьмем вот сюда, сначала генерируется C-шный файлик. А, в принципе, я это могу показать на другой вкладочке, но тут интересно рассмотреть, почему. Потому что дело в том, что он пытается оптимизировать все методы, до которых может дотянуться. И в данном случае это, например, RB-конфиг, который используется при сборке гемов. А это означает, что вот метод, который вызывается на 271-й строчке RB-конфиг, был преобразован в байт-код, скомпилирован JIT-ком и засунут в кэш. А теперь посмотрим на то, что он есть у нас с реальным вызовом. Вот у нас тут тест RB, 13-я строчка. Вот наша тест RB, 13-я строчка, то есть оптимизирован вот этот вызов RubySquip. И вот то, что, собственно, происходит. Тут сфолднуты некоторые вещи. Но это все из себя представляет, на самом деле, собранный FC, инструкции виртуальной машины Ruby. И сейчас мы в этом убедимся, причем очень простым способом. Да. Не этот файл, а даже этот метод просто. Надо было прайк поставить, конечно. И теперь, мою любимую. Собственно, если кто не в курсе, что я только что сделал, есть такой класс под названием Instruction Sequence в модуле RubyVM, который позволяет непосредственно обратиться к компилятору виртуальной машины Ruby. И у него есть дезассемблер. Это очень удобная штука, которая позволяет посмотреть, а что непосредственно происходит в вашем рубишном коде. И там такой внутренний рубишный ассемблер. Сейчас немного его подниму. И вот мы видим вызовы. PutObject. Помещение в локальную таблицу переменной I. Потом переход на 17-ый этот, на 17-ый трейс. Короче, у нас вот этот вот цикл развернут во внутренний рубишный ассемблер. А теперь, если мы вернемся к сишному файлу, который мы смотрели, тут в комментариях будут вот по лейблам распиханы, собственно, вот эти вот все инструкции. То есть он просто берет one by one по тому, как они выполняются. Он генерирует сишный код, который потом собирается в SO-файлик, который просто динамически подключается к вашему руби во время выполнения. Простое язычное решение, на самом деле. Так, хватит хардкора на сегодня. Поехали дальше. Вообще, будущее G-Ruby. То есть, когда я задумывал эту презентацию, я вот, честно скажу, я думал, что это будет, ну, классический с чем-нибудь, что позволяет сделать Ruby быстрее или стабильнее, или добавляет в него новый функционал. Увидим это в Ruby 3.0. Но, на самом деле, я был приятно удивлен, когда зашел в pull request M-Git YARF, который внезапно, последний комментарий, был 10 дней назад partially merged. То есть оттуда черепикнули несколько необходимых этих, несколько необходимых кусков, убрали дебажные куски. И, в общем, это уже в транке, и это означает, что мы увидим это в Ruby 2.6. Насколько я знаю, cutoff 2.6 еще не был сделан. Это означает, что в 2.6 мы его все-таки увидим. И эта реализация G-Tub позволяет бегать рельсом. Возможно, скоро вы получите прирост в 2.5 раза в перформансе. Ну, на самом деле, около полутора, потому что разные кэши и тому подобное. И перекомпиляции. Но очень скоро автоматом вы можете получить прирост производительности своего рельсового, сенаторового или неважно какого приложения. Просто for free. Поэтому уже можно становиться в очередь за премиями. Потребление памяти вырастет. Но знаю, что рубисты не очень сильно экономят память. Ну, не как Java, да. Не как Java, абсолютно точно не как Java. И вообще потребление памяти, overhead по памяти, зависит от размера вот этой кэш-таблицы, в которой хранятся скомпилированные методы. Если ее ограничить, допустим, пятью сотнями, а количество вызовов там сделать, допустим, 300, то будет в результате соптимизировано 5 или 6 методов. Но зато это будут, скажем так, те, которые вызываются чаще всего. Ну, вот, собственно, то, что я сказал, что необходимости ждать 3.0 не будет. И, скорее всего, в 2.6 это уже появится. Вопросы, если остались? Давайте по очереди. Например, мне просто интересно, возможно ли запускать руби без MGT, но в то же время использовать LLRB? В принципе, возможно. То есть то, что понадобится сделать, это, ну, во-первых, по умолчанию он запускается без MGT. То есть для того, чтобы включить MGT, нужно передавать вот этот ключик к JIT, wait, что-то там, или выставлять кэш, ну, каунтер-методов на нолик. Я не помню, каким именно образом он там запускается, именно с MGT специфически, кроме wait for compile. Для того, чтобы собрать LLRB, нужно всего лишь, чтобы экспортировалась парочка констант. То есть нужно взять патч наложенный, такие же для LLRB, и портировать его на JIT-бранч. Там несложный кусок работы, там, по сути, черепик из одного репозитория в другой. И после этого LLRB отлично соберется и будет работать, и можно будет в каких-то ситуациях использовать MGT, а в каких-то LLRB. Слушаю. Ну, во-первых, спасибо за доклад, очень интересно было. Второй момент. Два вопроса. Первый — это вот MGT, он оставляет после себя много артефактов. Это SO-файлы, это C-файлы. Эти артефакты сразу прерву. Эти артефакты появились исключительно из-за того, что я ввел дебажный ключик, который эти артефакты сохраняет. А если они не сохраняются, как происходит взаимодействие между GCC и MGT? Как это сервис выполнения? Скажем так, сначала генерируются вот эти dynamic library с SO-шки, а потом они сразу же загружаются в память и с файловой системы дропаются. То есть процесс на самом деле выглядит одинаково в обоих случаях, просто в одном случае они удаляются, а во втором нет. Как происходит? Ну вот, собственно, когда GIT получает команду на компиляцию нужного instruction sequence, там идет генератор GIT кода, который проходит по конкретным instruction sequence и создает сначала C-темплейт, в который запихивают нужный код просто пошагово, со всякими гвардами, то есть убедиться, что наш GIT код вызван в нужном стеке, то есть указывает на нужный поинтер памяти и тому подобное. И после этого это все передается на GCC, собирается. То есть, естественно, для работы этого всего, чтобы это все вообще как-то жило, нам необходимо, чтобы в системе были исходники Ruby. А не слышал ли ты о каких-нибудь реализациях GCC as a service? Чтобы не надо было передавать эти текстовые файлы, чтобы можно было динамически в памяти загружать, я не знаю, объектный код прямо в GCC. Ну, я понимаю, о чем идет речь. Таких реализаций для Ruby я точно знаю, что нет. А есть ли SCC кэш? Тоже вариант, кстати. Ну, это вообще вопрос для экспериментов и для более обширного, более подробного, глубокого доклада, скажем так. И я не уверен, на самом деле, что к этому времени не появится то, о чем мы говорим. Спасибо. Это все? Алло, слушаю. Я говорю про исходники Ruby, именно для этого. Именно ли полностью исходники? Достаточно девелопмент-хедеров, на самом деле. Ну, то есть они используются для того, чтобы собирать вот эти вот ошметки, с которых генерируются. А ты пробовал в Alpine то же самое сделать? Теоретически ничем не должно отличаться от убунтовской реализации, просто придется немножко дольше повозиться с установкой зависимости, которые нужны для того, чтобы, собственно, Ruby собрать. Да. Миша, а там в бенчмарке было простейшее integer operation, а ты пробовал гонять какие-то там floating, point? Я пробовал, и ситуацию это принципиально не меняет, на самом деле. Единственное, что, JIT-оптимизация, ни одна из вот этих JIT-оптимизаций, на самом деле, не содержит в себе оптимизации для SSE и тому подобных штук, кроме вот этой LLB-шной. Потому что тут тонкий момент между портируемостью получаемого кода и его, собственно, оптимальностью. То есть, понимаешь, тут олдскульный такой подход, который классически использует Linux, то есть то, что должно, оно должно запускаться на любой системе с поддерживающей POSIX. А что это будет за система? То есть пусть это будет какой-нибудь древнейший Minix, который уже давно тоже кони двинул, по-моему, хоть Таненбау думает иначе. Но суть в том, что, короче, ни одна из оптимизаций, на самом деле, для этого всего не применяется. И я думаю, что когда ребята осознают, что они в 2018 году, что SSE уже есть у чайников, то после этого все станет значительно лучше и это начнет работать еще быстрее. Но мне кажется, что прирост в 3,5 раза и так ни хрен собачий. Ну, это в бенчмарках 3,5. В реальности это будет около полутора, потому что далеко не все оптимизируется. Некоторые вещи оптимизировать невозможно принципиально. Потом метапрограммирование здорово подфортит крови, потому что постоянно меняет методы, которые потом нужно снова перекомпиливать. Оперативка закончится, да. Пробовал, у JRuby проседает. JRuby, собственно, и чистому Serooby сейчас уже проседает. Ну, если мы, конечно, учитываем вместе со временем на прогрев. Если не учитывать время на прогрев JRuby, то есть пока JVM раскочегарится. Кстати, вот такой спин-офф в сторону от доклада, там в трюфеле JRuby использован очень интересный подход оптимизации строк. Поскольку очень много в Ruby связано со строками, потому что, например, конкантенация строк сделана как выделение отдельной области памяти, размером в предыдущие две строки, которые суммируются, копирование побайтовое содержимое вот этого всего. Загляните, кстати, в исходники, как построена структура R-string. Это тоже очень интересно. Так вот, в трюфеле сделан подход под названием Rope-string, когда у нас какие-нибудь сабстринги и конкантенации. Это на самом деле не вычисление готовой новой строчки, а отсылки на существующую предыдущую. Сильно экономит потребление памяти и сильно экономит CPU. Вопрос, потому что это только что сказал. А вот это Rope-string, оно не создаёт проблем при сборке мусора потом? Нет, оно не создаёт проблем при сборке мусора. Там получается, garbage collector, он же построен на двухфазном референс-каунте. Насколько я помню, по крайней мере, так было раньше, потому что с тех пор много что могло поменяться, garbage collector не входит в сферу моих интересов. И, собственно, в момент, когда меняется объект, строка, которая была паром для всей пачки Rope-string, если он меняется, то просто создаётся копия, на которую теперь ссылаются все вот эти инстансы. То есть garbage collector может убрать предыдущую, но вот это вот останется. Естественно, по потреблению памяти это дороже, потому что garbage collector при очередном проходе не заденет вот эту строку, потому что на неё ссылаются 250 инстансов Rope-string в разных частях приложения. Но в целом это очень интересный подход для оптимизации одной из бы наиболее тяжеловесных частей руки. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.